Обсудив ситуацию, сложившуюся после Минских и Алматинских договоренностей, союзные депутаты решили проводить последний путь СССР по всем правовым нормам. А для этого, как известно, необходимо собрать заседание Совета Республик Верховного Совета и принять официальное решение о правоприемнике Союза. Сегодня с утра пораньше депутатам недвусмысленно дали понять, чтобы они побыстрее закруглялись. Создание союзного парламента сняли таблички золотыми буквами, а из зала заседания убрали государственный флаг СССР. Анаурбек Алимжанов призвал немногочисленных народных избранников выполнить свой депутатский и гражданский долг. Под этим подразумевалось принятие декларации, объявляющей о кончине СССР. У председателя палаты нашлись оппоненты. Предлагалось, например, признать де-факто, что Советского Союза больше не существует и разойтись с миром. Прозвучало и напоминание о том, что только съезд правомочен решать судьбу Союза, но все попытки зайти в дискуссию у аудитории энтузиазма не вызвали. И декларацию довольно быстро приняли. Совет Республик обратился к главам независимых государств с предложением выполнить международные договоры, заключенные Советским Союзом, и создать межпарламентский орган Содружества. Смогут ли депутаты все-таки, скажем, использовать свой немалый парламентский опыт? Что будет с ними? Те депутаты, у кого хватит воли служить ценностям демократии, защищать права человека, они, безусловно, этот опыт использовать смогут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok